Всем привет! Друзья, сегодня смотрим страшно интересный мультик «Корпорация монстров». Классные герои и много полезного английского. Вы на канале онлайн-школы английского языка EnglishDom. Меня зовут Ульяна. Let's get started! Друзья, перед началом по-быстренькому вам напомню, как мы будем делать разбор нашего мультфильма. Сначала мы посмотрим его по отрывкам, выберем все самые полезные и интересные моменты с точки зрения изучения английского языка, а в самом конце посмотрим весь фрагмент сразу целиком, чтобы понять, как хорошо мы усвоили английский из этого мультфильма. Важная пометка, досмотрите это видео до самого конца, ведь в конце вас будет ждать мини-тест на проверку ваших знаний, полученных из этого видео. Ну а мы с вами начинаем смотреть мультик Давайте здесь поставим на паузу после stop it и посмотрим с самого начала, о чем же они разговаривают. Говорит Силия, на свидании. У меня было много дней рождений, начиная от она, но потом себя поправляет, но на самом деле не так уж и много, но это самый лучший день рождения за всю мою жизнь, ever. Давайте обратим внимание на время, в котором построено первое предложение Если мы развернем это предложение, то получится Напоминаю вам формулу времени present perfect, have или has, плюс третья форма глагола. Используем это время тогда, когда хотим рассказать про свой жизненный опыт, что случилось или не случилось с нами к нынешнему моменту в жизни, то есть она говорит, что у меня за мою жизнь было много дней рождений или немного, когда ли она добавляет, или, допустим, хотите вы сказать, что много раз вы были в Америке, тоже используем данное время. Далее также мы услышали такую конструкцию, как a lot of, что переводится как много, это такая универсальная конструкция, очень простая в запоминании, потому что использовать ее можно как с исчисляемыми существительными, так и с неисчисляемыми существительными, то есть не нужно запоминать many, much, просто используем a lot of, получается конструкция-выручалочка, допустим, a lot of work, много работы, work это неисчисляемое, либо a lot of ideas, много идей, идеи это исчисляемое. Что касается the best, the best birthday, то это превосходная степень прилагательного good, напоминаю вам, что сравнительная и превосходная степень прилагательного good, являются исключением из правил, здесь необходимо запомнить good, better, the best, the best birthday, просто самый лучший день рождения, и как вы уже слышали, в конце добавляется ever, чтобы показать, что это лучший день рождения за всю мою жизнь, ever, за все время, что я живу. И давайте послушаем, что она говорит дальше. Это у нас время present continuous, потому что Силия спрашивает о том, что происходит здесь и сейчас, на что ты смотришь, прямо сейчас спрашивает она у Майкла, напоминаю вам формулу времени present continuous, выбираем тот, что нам больше подходит, плюс глагол с инговым окончанием, в данном случае это у нас вопросительное предложение, мы наблюдаем обратный порядок слов, в начале предложения стоит вопросительное слово what, но самое главное, посмотрим, что в конце имеется предлог, в самом конце, это такой отдельный вид вопросов в английской грамматике, вопросы с предлогом на конце, и это именно такое типичное явление для современного английского языка. Допустим, хотите вы задать вопрос, с кем ты живешь? With будем ставить также в конец. И давайте еще раз послушаем, что ей отвечает Майкл, какие-то там романтичные слова. Я просто думал о том, как впервые положил на тебя глаз, вот прям как в английском, так и в русском мы в целом одинаково говорим, положить на кого-то глаз, когда нам кто-то сильно нравится, когда нас кто-то притягивает, но здесь такой интересный момент, что базово эта идиома звучит так То есть положить на кого-то глаз или глаза, если дословно перевести, но так как у Майкла в мультике всего лишь один глаз, то он говорит Специально такой смешной момент получается в мультике, и это еще раз доказывает нам, как клево смотреть мультики именно в оригинале на английском языке, потому что многие моменты теряются при переводе Что касается начала предложения, там он сказал Это время past continuous, напоминаю вам формулу was или were, плюс глагол с с инговым окончанием С помощью этого времени мы показываем какой-то длительный процесс в прошлом, я просто думал, в процессе был И давайте смотреть дальше Здесь все довольно просто, но обращаем также внимание на время, это время past simple, обыкновенное прошедшее время, Майкл констатирует факт о прошлом, что тогда ты выглядела очень красиво Напоминаю, что мы берем вторую форму глагола, в данном случае look это правильный глагол, просто добавляем окончание иди В свою очередь Силия ему ответила Что значит, да прекращай, не надо меня смущать В русском мы тоже, когда смущаемся, можем сказать, да прекрати, не надо этого говорить И то же самое получается в английском А чтобы в дальнейшем не отвлекать вас от просмотра видео, предлагаю вам подписаться на наш канал прямо сейчас, если вы этого еще не сделали, и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о выходе всех самых полезных и интересных видео на нашем канале, а такие у нас выходят абсолютно каждую неделю Ну а если выпуска раз в неделю вам мало, то вы также можете найти на соцсетях, таких как Facebook, Instagram и Telegram, где также выходит много полезного английского на каждый день Но мы с вами продолжаем смотреть мультик Здесь ставим паузу, когда появляется Салли и все им рушит Казалось бы, такое простое предложение, но давайте все-таки обратим внимание на слово hair, волосы Потому что здесь многие спотыкаются, в русском языке мы используем их во множественном числе Волосы, красивые, черные, белые и так далее Но в английском языке существительное hair это неисчисляемое существительное, которое всегда берется за единицу, как единственное число Именно поэтому здесь используется единственная форма глагола Многие здесь допускают ошибку и говорят Или в настоящем Запоминаем, что hair это неисчисляемое существительное в английском языке И здесь используется время past simple Then переводится как тогда Тогда в прошлом они были короче Часто используется именно в отношении прошедшего времени И что же говорит сама Силия про волосы, что она собирается с ними сделать? Я подумываю о том, чтобы их постричь В данном предложении используется очень интересная конструкция Get something плюс третья форма глагола Мы видим эту конструкцию в рамках предложения И используем ее тогда, когда хотим показать, что мы не сами будем выполнять какое-то действие То есть Силия не сама себя будет стричь волосы Она пойдет к парикмахеру и заплатит, скорее всего, ему деньги за данную услугу То есть, когда для нас кто-то другой выполняет какое-то действие Мы будем использовать данную конструкцию Что значит, что мне сейчас красят дом Я не сам крашу дом, а мне его красят за плату Что касается начала предложения, то там она говорит То есть, я подумываю сейчас об этом Снова время present continuous, настоящее длительное И смотрим дальше Нет-нет, мне все нравится, такая длина волос мне нравится Мне все в тебе нравится Здесь мы наблюдаем такое существительное как length, что переводится как длина Не забываем про правила произношения буквосочетания th, когда мы высовываем язычок наружу length, это длина И далее добавляет Мне все в тебе нравится Тоже довольно базовое, простое предложение, но обращаем внимание на предлог В русском языке мы говорим Мне нравится в тебе все А здесь не предлог in, а предлог about И да, с точки зрения произношения снова слышим такую шершавость Между about и you, добавляется как будто ч Буквально на днях кто-то спросил меня, кого я считаю самым красивым монстром во всем Монстрополисе В данной реплике обратим внимание на такую фразу как the other day, что переводится как на днях Часто используется для времени past simple, когда на днях с нами что-то случилось The most beautiful monster Самый красивый монстр Это превосходная степень прилагательного beautiful Мы помним, что если прилагательное у нас длинное, многосложное То для его сравнительной превосходной степеней мы будем добавлять more и the most Beautiful, more beautiful, the most beautiful Expensive, more expensive, the most expensive И в конце мы услышали вопрос Мы слышали конкретную интонацию вопросительного предложения, но однако если мы посмотрим на его структуру, то мы увидим, что здесь утвердительное предложение Нет обратного порядка слов, нет вспомогательного глагола do, который должен здесь быть по правилам базовой грамматики Но такой формат допускается в разговорном английском языке, когда мы используем утвердительное предложение с вопросительной интонацией И Силия сейчас ему задаст вопрос What did you say? Спрашивает она у него И что же ты ответил, Майкл, ожидая, что он скажет, что ты самый красивый монстр What did you say? Здесь как раз-таки такая вот базовая классическая форма вопроса во времени past simple Силия сделала все по правилам грамматики Обратный порядок слов и использование вспомогательного глагола did, указывающее на прошедшее время What did you say? For example, where did you go? Куда ты пошел? Тоже вопрос во времени past simple Ну и далее возникает комичная ситуация, когда Майкл говорит I said, я сказал, а далее появляется Салли, и он говорит Салли И она тоже переспрашивает Салли, как это Салли И давайте смотреть далее Нет-нет-нет, я не это собирался сказать Здесь используется конструкция to be going to, которую мы используем для выражения своих планов И здесь он говорит, что в прошлом у меня не было таких планов Говорит, что Салли самый красивый монстр That's not what I was going to say Время прошедшее, поэтому используем, конечно же, was I was going to say For example, I was going to call you, but I couldn't Я собирался тебе позвонить, у меня тогда были такие планы на будущее, но у меня не получилось И давайте обратим внимание на вот эту фразу, которую сказала ему в ответ на это Сили Mike, you're not making sense Mike, твои слова не несут никакого смысла You're not making sense Здесь используется collocation, словосочетание make sense, что переводится как иметь смысл, либо нести смысл For example, your idea doesn't make sense Твоя идея не имеет никакого смысла И время здесь тоже present continuous You're not making any sense То есть прямо сейчас ты несешь какую-то чушь, абсолютную бессмыслицу Знаете, если вы плохо знаете английский, то при общении с носителями языка они также могут подумать This doesn't make any sense Это не имеет никакого смысла, то, что говорит этот человек А нам ведь очень хочется быть понятыми И чтобы избежать подобных ситуаций, нужно много практиковаться И именно поэтому я рекомендую вам посетить свой первый онлайн урок английского языка с преподавателем в EnglishDom Это замечательная возможность прокачать свои разговорные навыки Дело в том, что в EnglishDom занятия происходят один на один с преподавателем Где вы целый час общаетесь на английском языке И поверьте мне, вам точно придется общаться В этом и заключается особенность занятий в EnglishDom Вам придется говорить на английском сразу, с первого же урока И поэтому это имеет такой большой эффект для ваших разговорных навыков Кроме того, вам не нужно будет никуда ехать, тратить свое время или покидать любимый диван Вы можете учиться прямо из дома, и все, что вам потребуется, это компьютер или ноутбук А еще благодаря удобной системе ED Class вам не нужно таскать за собой учебники, тетрадки Ведь все абсолютно собрано в одном месте Грамматика, словари, упражнения И это просто мега удобно А почему же это все быстро? Да потому что вы можете записаться на свой первый бесплатный онлайн урок английского языка в EnglishDom Прямо сейчас Да-да, первый урок абсолютно бесплатный Все, что вам нужно сделать, это просто нажать на ссылку, которую вы найдете в описании к этому видео И записаться на свой первый онлайн урок английского языка в EnglishDom Вперед учить язык, ну а мы с вами продолжаем смотреть мультик Здесь поставим паузу, у нас врывается Салли со своим английским Coincidence такое длинное слово в английском Это существительное, которое так и переводится как совпадение И сама фраза часто используется вот так вместе Какое совпадение Run into это фразовый глагол, который мы используем тогда, когда внезапно с кем-то встречаемся Незапланированно наталкиваемся на каких-то людей Run into someone Вчера я случайно натолкнулся с Томом и встретился с ним И слушаем дальше Я просто сейчас собираюсь заказать что-то с собой Здесь снова используется конструкция to be going to, которая показывает планы с Салли Я собираюсь что-то заказать Order это глагол заказывать, он часто используется в кафе и ресторанах, когда вы заказываете еду Мне бы хотелось заказать чашечку кофе И что касается to go, мне кажется эта фраза уже тоже так перебралась в русский язык, когда мы говорим, что мы что-то берем с собой То есть на вынос, еда на вынос Я собираюсь заказать еду на вынос Something to go И здесь конечно Силия недовольна, говорит Майкл И далее Майкл пытается со всем разобраться I wonder what's good here, сказал Салли, возможно вы это не услышали, потому что он промотал себе это под нос Мне интересно, что здесь есть вкусненькое, что есть хорошего в этом меню I wonder what's good here Это предложение начинается со слов I wonder, часто используется вот так вот вместе Когда вы хотите сказать, интересно, или я задаюсь вопросом I wonder how much it costs Интересно, сколько это стоит I wonder И мы видим злое лицо Майкла, у которого портится свидание, давайте послушаем Get out of here, you're ruining everyone Ну-ка убирайся отсюда, ты все мне здесь портишь, ты все рушишь Get out of here Эта фраза вот тоже так цельно часто используется, такая довольно грубоватая получается Когда вы хотите кому-то сказать, чтобы человек ушел, чтобы он испарился Get out of here И во втором предложении You're ruining everything Используется глагол ruin, который переводится как рушить, портить You're ruining everything Ты все портишь, какое время? Снова время present continuous Сейчас вам формула уже знакома Прямо сейчас Салли портит ему свидание Слушаем ответ Салли I went back to get your paperwork and there was a door Я вернулся назад, чтобы забрать твои документы, и там была дверь Я увидел дверь I went back, это время past simple, прошедшее время, но базово этот фразовый глагол звучит как go back в своей первой форме Go back, это идти назад, возвращаться куда-то Также мы услышали такое существительное как Paperwork, это вообще документооборот, работа с бумагами, работа с документами В общем, я вернулся за твоими документами And there was a door, добавляет он И там была дверь Здесь мы видим грамматическую конструкцию There was, она может использоваться как в настоящем времени There is, there are, так и в прошедшем времени, как здесь There was a door, потому что он говорит про прошедшие события Используем мы эту конструкцию тогда, когда говорим, что что-то находится где-то There is a microphone on my table На моем столе стоит микрофон И в мультике то же самое, только в прошедшем времени A door, спрашивает Майкл дверь И Салли ему отвечает Ах, этот негодяй, этот обманщик, он пытается поднять свои цифры Повысить свои цифры Как вы помните, в мультике они пугали детей Им давали баллы за то, как сильно кричит ребенок Cheater, это существительное, и так мы называем человека, который является обманщиком Или как мы говорим, он мухлюет, он нечестно играет Вот такой человек и будет называться cheater И кажется, в русском мы тоже говорим cheater, или он читерит Уже тоже к нам перебралось это слово For example, I don't wanna play with cheaters Я не хочу играть с теми, кто мухлюет He's trying to boost his numbers Он пытается поднять, повысить себе цифры Boost, это глагол что-то повышать, поднимать И имеется в виду именно резко, сильно повышать Снова время present continuous, потому что они говорят про то, что Рэндалл делает сейчас В этот промежуток времени, в настоящем моменте, Рэндалл пытается поднять себе цифры И давайте посмотрим последний отрывочек отсюда Следувачай, что у нас I have to... СОТТИН! О, fermе субтитры Игорь, что вы думаете О, перво, семя С vir ease До того, что яimatас О, companies Один Здесь, конечно, уже такая шумиха, слов не так уж и много, но тем не менее, они были, и давайте мы их разберем Итак, сначала Салли использует какое-то зашифрованное послание Он просто меняет местами буквы в предложении, и получается полная бессмыслица Майкл переспрашивает Инн указывает, что необходимо посмотреть прямо внутрь сумки Сначала спрашивает Майкл, какую еще сумку? Понятно, что ребенок потерялся, и далее Салли кричит Здесь нет ничего такого, что мне бы понравилось в их меню, поэтому давай, счастливо Силе, я пошел, прощается он Здесь мы видим время present simple, самое обыкновенное настоящее время Потому что идет констатация о факте, просто факте в настоящем Что в меню этого ресторана нет ничего такого, что понравилось бы Салли Это у нас, конечно же, отрицательное предложение, поэтому мы здесь используем вспомогательный глагол do и отрицательную частичку not Anything переводится как что-либо, и в большей степени чаще всего anything используется именно в отрицательных или в вопросительных предложениях Далее в конце мы услышали, как он попрощался с Салли и сказал ей Вот очень часто, когда вы с кем-то прощаетесь, с каким-то другом, хорошим знакомым используется данное выражение Дословно оно переводится как Береги себя, будь здоров, или просто давай пока счастливо И смотрим дальше Уверена, вы часто слышали это предложение Именно так мы задаем вопрос, когда пытаемся понять, что же здесь происходит, что здесь не так В свою очередь Майкл ей отвечает Пожалуйста, попытайся понять Здесь все довольно просто, все мы знаем глагол understand И далее добавляет Здесь уже интереснее с точки зрения грамматики используется конструкция have to, которую мы употребляем тогда, когда говорим, что мы вынуждены, мы должны что-то сделать из-за того, что нас вынуждают внешние обстоятельства Здесь внешние обстоятельства это ребенок, он был бы рад сидеть на свидании, но он вынужден что-то сделать Мне нужно сейчас уйти, мне необходимо это сделать, потому что, допустим, я опоздаю на свой автобус И остался последний хвостик, давайте посмотрим Мы видим монстра, который пытается сфотографировать своих друзей и говорит on three, что значит, что на счет три, будем фотографироваться И далее появляется девочка и он кричит a kid, что значит ребенок Кстати, обратите внимание, что здесь используется артикль a, что указывает на то, что ребенок один, что там не много детей, а ребенок один Напоминаю, как важно использовать артикли в английском языке Кричит в трубку осьминог a human kid, то есть человеческий ребенок, не просто монстр-ребенок, а именно человеческий human может быть как существительным человек, так и прилагательным человеческий a human kid И давайте посмотрим до самого конца И последние слова Салли come on, что значит, давай пошли побежали отсюда, пока здесь все не разрушилось Ну что ж, мы с вами разобрали весь фрагмент из мультика и сейчас предлагаю, как обещала, посмотреть весь его сразу целиком, давайте это и сделаем Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Что такое? Дима Торзок Дима ТО probability Субтитры сделал DimaTorzok Поехали! Оооо! Оооо! They don't have anything I like here, so take care, Celia! Excuse me, sir. What's on... ...let's go on... ...Celia. Please try to understand. I have to do... ...SOMETHING! Michael? Oh, good, good. On three... ...one... ...two... ...ааааа ...аааааааааааа! Go! Ну что, надеюсь вы насладились просмотром фрагмента во второй раз, а теперь пришло время для мини-теста. Вопрос номер один, как сказать по-английски «положить глаз на кого-то»? Вопрос номер два, как переводится coincidence? Вариант A – совпадение, вариант B – катастрофа, вариант C – случайность. И, наконец, вопрос номер три, какой предлог необходимо вставить в эту фразу? Вот мы с вами разобрали весь английский из мультфильма Корпорация монстров, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поддержите его лайком, нам будет очень приятно. Кроме того, напишите в комментариях, в какой момент из мультфильма корпорация монстра ваш самый любимый, или кто ваш самый любимый персонаж из этого мультика. А также вы можете написать, какой мультфильм, фильм или сериал вы хотели бы разобрать на нашем канале, мы всегда читаем все комментарии, и, возможно, именно вами предложенный вариант будет в нашем следующем разборе. Ну и, конечно, помните, что у вас есть уникальная возможность прокачать свой английский, посетив свой первый бесплатный онлайн урок английского языка с преподавателем в EnglishDom. Это то самое место, где вы начнете говорить на английском с самых первых уроков, все, что вам нужно сделать, это просто нажать на кнопочку, которую вы видите сейчас на экране, и записаться на свой первый бесплатный онлайн урок английского языка в EnglishDom. А на сегодня это все, я прощаюсь с вами до следующего видео, всем пока!